Тем временем возле здания парламента все это время находились активисты. Они заявляли о своей готовности штурмовать Верховную Раду. Об этом расскажет Данил Снисарь, он на связи со студией. Даня, здравствуй, расскажи, как охраняли парламент и что делали активисты, тебе слово. Катя, добрый вечер. Активисты, представители Азова, Национального корпуса и Свободы вернулись под Верховную Раду после обеда. Правоохранители, полицейские и нацгвардия окружили их с четырех сторон, опасаясь повторения дневного фаер-шоу. И как оказалось, не напрасно, ведь несмотря на заверение активистов не применять радикальных действий, в ход все равно пошли дымовые шашки и фаеры. Их митингующие с закрытыми лицами начали бросать в правоохранителей. Слава ночи! Слава ночи! Слава ночи! Слава ночи! Слава ночи! Слава ночи! Как это делать? О-о-о! Ближе к шести вечера кураторы активистов заявили, готовы штурмовать Верховную Раду в случае, если нардепы приступят к рассмотрению законопроекта о реинтеграции Донбасса в его нынешнем виде. Но дальше слов дело не пошло. К митингующим вышли несколько нардепов от свободы. И заявили, спикер объявил об изъятии из проекта закона части о минских соглашениях. Сейчас под Радой уже тихо и спокойно. Активисты разошлись, но уже завтра утром обещали вновь вернуться к парламенту. Катя. Данил, спасибо за информацию. Данил Снисарь находится возле здания парламента и был на связи со студией.